МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы «Накипело» – узловая больница на станции Уссурийск ОАО «РЖД». Добрый вечер! В эфире канала Телемикс, программа «Накипело». Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Дороги – главная тема сегодня. Каких только эпитетов не придумали горожане этой весной, оценивая транспортные пути нашего округа. И снег сошел вместе с асфальтом, дороги – как после бомбежки. Что? Что произошло с нашей дорожной сетью? Почему она в таком состоянии? Войдет ли в колею строительство дорог? Что намерены делать власти, чтобы вернуть городу возможность нормально передвигаться? Никто не ответил бы на эти вопросы лучше, чем самый главный хозяйственник округа, глава администрации. Евгений Корж сегодня в гостях. Программа «Накипело». Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня с намерением открыто рассказать о дорожной ситуации, а главное – о планах, как эту ситуацию поправить. Ну, а для начала хочу вот что заметить. Каждый день вы инспектируете дороги Уссурийска, осматриваете проблемные, также проверяете качество отремонтируемых в прошлом году. И сегодня вы тоже были в таком рейде. Предлагаю посмотреть материал наших корреспондентов, которые сегодня составили вам компанию. На пересечении Приморской улицы и вокзальной дамбы нужен пешеходный переход. Об этом главе администрации рассказали на недавней встрече с жителями. Евгений Корж лично осмотрел проблемный участок вместе со своими подчиненными. Короткая беседа со специалистами и распоряжения выданы. Пешеходному переходу быть. Такие проезды по Уссурийским дорогам проходят еженедельно. По дорогам я езжу, потому что я хочу понять, какие дороги мы будем в этом году ремонтировать, чтобы сам своими глазами видел нужность ремонта каждой дороги. Потому что я уже проезжаю и вижу, что мои структуры не совсем правильно работали и выбирали не те дороги, которые в хорошем состоянии, и почему-то решили их перекладывать. А те, кто в плохом состоянии, на них никто не обратил внимания. Еще одна цель поездки – осмотреть перекопы на дорогах и тротуарах. По улице Ушакова работали теплосети. В ближайшее время предприятие должно восстановить покрытие за свой счет. Так же и на улице Францева по соседству. Зимой здесь устраняли порыв. Благоустройство закончат через неделю. Жильцы хотят, чтобы благоустройство выглядело так, как оно должно быть, несмотря на то, что зимний перекоп, не зимний. Ну, а все-таки погодные условия и возможность восстановления играет свою роль. По словам руководителя администрации, такие выезды – это наиболее эффективный формат работы. На местах можно не только лично ознакомиться с проблемой, но и пообщаться с местными жителями. Евгений Талов, Никита Файзулин, Телемикс. Специально для программы «Накипело». В списке ваших рейдов одной из первых была улица Суханова в районе торгового центра «Москва». С момента укладки там асфальта прошло не больше полугода. Почему дорога в таком чудовищном состоянии? Ну и самое главное, кто за это ответит? Ну, это получилось, что у нас выиграл тендер не совсем добросовестный строитель. За то, что он сделал, деньги он не получил. Деньги остались у нас. Мы ни копейки бюджетных денег не потратили, ни отдали за такую ужасную дорогу. 19 апреля будет разъеден новый аукцион. Я думаю, что с конца июня уже начнутся работы и дорога будет на месте. Самое главное заключение – никакие деньги никуда не закопаны. Ведь именно это произносят у нас жители, когда едут по этой дороге, денег не потрачено. Правильно? И еще, насколько знаю, что и ответственность понесет этот подрядчик за то, что он нарушил условия договора. Да, он будет занести от как недобросовестный и больше ни в какие аукционы эта фирма входить не сможет. А можно ли назвать новаторством вот такую систему, когда деньги администрация обязана заплатить только после того, как примет дорогу? Раньше ведь можно было какие-то авансы, правильно? Могли, опять же, мошенники, опять же, недобросовестные подрядчики брать деньги, хотя бы аванс, ну а потом в лучшем случае банкротиться и так далее. Сейчас эта схема, она исключает вот такие вот случаи? Да, сейчас эта схема исключает. Во-первых, мы заключаем контракты, которые мы можем расторгать в одностороннем порядке. И никакие предоплаты мы подрядчикам не осуществляем. Как только они уклали или положили асфальт, мы выезжаем комиссионно, специалисты проверяют качество укладки, качество асфальта, после этого идут только выплаты. Так и будет дальше. Отлично. Суханово – это, конечно, показательное такое в центре города гангрена, назовем ее так. Но ведь справедливости ради нужно сказать, что в прошлом году построено было достаточно много километров дорог, и они находятся в надлежащем состоянии, то есть сделаны на совесть. Вы можете прокомментировать вот весь прошлый год, и, точнее, собственные наблюдения в рейде по тем дорогам, которые были проделаны. Да. В том году мы сделали около 12 километров дорог, не только в городе, но и в наших селах. Это около 7 дорог по селам. Это Воздвиженка, это Раковка, еще другие многие деревни. И я тоже проезжал там, качество дорог нормальное, после зимы они стоят на месте, не провалились, не лопнули, не треснули. Я думаю, что такими темпами наши предприятия будут это делать и дальше. Что касается сел, секундочку, напоминаю нашим телезрителям, вы можете звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы главе администрации. Тема дороги. Я очень прошу вас задавать свои вопросы именно в рамках сегодняшней темы. Телефон прямого эфира 33-72-74. Ну и 33-72-76, если вы не дозвонитесь по первому. Евгений Генч, дороги не строились в селах около 20 лет по статистике. В прошлом году были так называемые первые ласточки. В этом году какие планы, какие села получат у нас в этом году дороги? Ну, как и в том году мы потратили на селах 21 миллион, в этом году также будет 21 миллион. Будет три села, это будет Роковка, Бариксовка, Глуховка. Мы в этих селах тоже будем делать дорогу. Инициатива жителей на встречах, на которые вы ездите, раз в год, вот такой большой проезд, она влияет на то, чтобы этот список как-то пополнялся, расширялся, и вообще на составление этого списка? Ну, конечно, потому что не все проблемные дороги можно увидеть с первого взгляда, а жители помогают, подсказывают, куда надо. Я всегда выезжаю сам со своими специалистами, смотрю реально, что происходит, и тогда принимаем решение, где в первую очередь, где во вторую, а где в третью. Приоритетность, она как распределяется? Вот где самая плохая, или грузопоток, или какие могут быть факты? Разные приоритеты, где, конечно, где вообще есть ямы, где невозможно ездить, это, конечно, приоритетные. И приоритет, конечно, от грузопотока. Сколько где машин проходит, там приоритет первый, второй, третий. Отдаленность от города имеет значение? Нет, не имеет значения, абсолютно. Жители все наши, округ большой, и мы должны делать везде. Хотя по чуть-чуть, каждый год мы это будем делать. Пять, десять лет. Сколько положено, столько и будем делать, чтобы весь округ привести в нормальное состояние. Чтобы не стыдно было ни мне, ни администрации, ни людям, живущим здесь, сказать, что да, Уссурицк лучший город в крае и на Дальнем Востоке. Очень хочется дожить до этого времени. Надеюсь, что оно наступит. Но вот люди, когда просят в деревнях дороги, они просят вместе с тем и наладить освещение. Пусть это чуть-чуть от отступления от нашей темы сегодняшней, но дорога центральная в селе, если она не освещена, толку от нее может быть только наполовину, правильно? Да, я с вами согласен. Вопрос очень хороший. И да, город у нас освещен очень плохо, не только город, но особенно села. В этом году и в следующем будут освещения и города, и сел обязательно. Потому что мы должны, особенно, если у нас освещены дороги, то у нас плохо освещены придомовые территории, межквартальные территории. Ну, много где нужно сделать свет. У нас деньги есть, возможности есть, у нас целый МУП есть, склады заполнены специальным оборудованием, так что все будем делать. Да, как раз на прошлой программе... Но только постепенно, чтобы все понимали, мгновенно невозможно. Я бы хотел, но, к сожалению, бюджет наш не позволяет. Телезрители, если вас интересует тема света, прошлая программа у нас была как раз посвящена ей, и у нас присутствовал в гостях начальник сейчас электросети, посмотрите ее, пожалуйста, в интернете, на нашем канале, на ютубе и на сайте. Ну, а не можем мы коснуться, не коснуться сегодня Новонекольского шоссе, а точнее, ну, вот тот способ полуремонта, который был там произведен после того, как полностью действительно асфальт сошел, да? Почему дресва была выбрана? Почему не было других мер? Ну, и это же ведь полумера. Когда там будет нормальный ремонт? Ну, во-первых, там не было дресва. Дресвы там был щебень, он глинировался, где нужно снимался асфальт. И дорога эта вообще краевая, но так как был введен губернатором ЧАЭС, мы не стали уже обращаться в край, потому что реально дорога была в ужатном состоянии, и она доставляла очень большие неудобства нашим жителям и проезжающим к нам, и отъезжающим от нас. Поэтому мы решили ее привести в более-менее нормальный вид. Мы пишем письма, и по ответу Департамента дорожного строительства разыгрываться аукционы они начнутся в мае, я думаю, что где-то в июле-августе начнутся ремонтные дороги. Я надеюсь. Мы будем добиваться, это точно. Очень важно понимать жителям, что дорога Уссурийская заканчивается, где заканчивается у нас Ленинградское кольцо. Дальше краевое ведение, и наша администрация действительно, и Сергей Викторович Ефремов, первый ваш зам, приходил к нам в гости уже не раз, и рассказал о том, что работа с краем ведется. Мы коснемся вот такого ямочного ремонта предварительного чуть позже, потому что у нас в студии есть звонок. Добрый вечер, говорите. Слушаю вас. Алло. Да, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло. Задавайте вопрос. Да, вы в прямом эфире, да. Добрый вечер. Я надеюсь, что следующий дозвонившийся сможет сформулировать вовремя свой вопрос. Ну а мы перейдем к следующему вопросу. Еще один звонок. Давайте попытаем счастья второй раз. Здравствуйте. Говорите. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Говорите, здравствуйте. Это не мы. Грабу, вы в прямом эфире. Так, телефон работает, линия работает. Пожалуйста, дозванивайтесь и формулируйте свои вопросы. Мы перейдем от Новонекольского шоссе вот к тому так называемому недоямочному ремонту. Почему был выбран такой способ? Внутри города тоже он был произведен. Люди вот жалуются, неужели это и все, что было и будет сделано. Так ли это? Нет, это, конечно, не так. Просто произошел казус. В начале марта пошел дождь, когда не должно быть, и вода попала под асфальт, и ночью был сильный мороз. Поэтому асфальт взорвало. Я не буду говорить, почему это произошло. Да, толщина асфальта соответствует, не соответствует. Ну, люди сами понимают, что такого быть вообще даже не должно, если бы даже был мороз. Ну, коль произошел, то произошло. Асфальт мы не можем сейчас сложить, потому что та технология, которая есть, не предусматривает такие минусовые температуры, и в того чтобы отложить асфальт. Поэтому мы выбрали вариант укладки асфальта дрессивой. Понятно, что он ненадолго, он держится от 3 до 7 дней, но он очень дешевый. И как только эта дрессива выбивается, подразделения опять выезжают и опять заделывают эти ямы. До того степени, пока не позволит технология заняться настоящим ямочным ремонтом. Ремонтники когда планируют примерно, ну вот они же ожидают какие-то теплые уже температуры? Мы планируем где-то выходить после 18 апреля. Потому что 11 апреля мы запускаем завод, ему надо несколько дней отработать, прогреться, и мы посмотрим, как будет температурный режим. И после 18 числа начнем делать. Ямочный ремонт обычный, текущий, который всем нам известен, который происходит у нас каждое лето. Какие в этом году на него планы? И в прошлом году справились у нас службы с этим? В прошлом году было очень мало ямочного ремонта. И эта бич вообще не только города, но на всей страны ямочный ремонт. И мне бы хотелось и все администрации, что мы в этом году постараемся сделать так ямочный ремонт, чтобы в ближайшие хотя бы 3 года к этим ямам, которые образовались в этом году, мы к ним не касались. Чтобы это не было, как люди считают, что ямочный ремонт специально власти делали, чтобы каждый год это переделали. Может, и так и делал, но мы хотим делать по-другому. Очень интересно, у нас есть звонок. Добрый вечер, говорите. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, я бы хотела получить ответ на такой вопрос по поводу пешеходного перехода по улице Чечерина. Подробнее немного. Магазин Рэйми, бывший 5+, который должен связывать с пешеходным переходом вторую часть Междуречия. То есть, ребенок, едя с вокзальной дамбы, в школу, переходя дорогу по Чечерину, безопасно мог добраться до школы. Треть, спасибо большое. Есть такие сопровожения? Спасибо, хороший вопрос. Да, у нас город просто кричит от того, что нужны пешеходные переходы. Я разговаривал с Магомием Розановичем. Я думаю, что все бумаги мы в скорости подпишем и сделаем не только там, но и будем стараться сделать на всех автобусных остановках, на всех перекрестках и везде, где люди ходят, в корице тропу проложили, и чтобы не бегать по дорожному полотну так просто, оглядываясь направо-налево, мы сделаем нормальный пешеходный переход. То есть в этом году уже... Стостофоры пока не обещаю, потому что это намного сложнее, но мы тоже будем над этим работать и тоже будем делать. Особенно, конечно, кричит, наверное, Междуречия у нас, которая разрастается буквально как на дрожжах, а Чечерина действительно очень опасная дорога. То есть в этом году уже планы вот такие могут быть реализованы, да? Значит, насчет пешеходных переходов, да, они будут однозначны. У нас еще один звонок. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. По поводу земельных участков, выделенных многодетным семьям, конкретно по улице Степана Разина, ну когда же начнутся работы по проложению дорог? Спасибо большое. В этом году будут начаты работы по дорогам на Степана Разина. В этом году? Да. У нас впереди небольшая реклама. Пожалуйста, не переключайтесь, готовьте свои вопросы и звоните к нам в студию по телефону 33-72-74. Добрый вечер, в эфире программа «Накипело». Мы приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Сегодня говорим о дорогах и мой собеседник, опять же, сегодня человек, который знает про них, ну, наверное, все. Это глава администрации Евгений Евгеньевич Корж. Евгений Евгеньевич, в предыдущей части мы закончили на том, что изобретен, может быть, применяется у нас некий, может быть, новаторский способ ямочного ремонта. Он какой-то особенный, вот чтобы надолго? Да нет, просто мы сейчас делаем, пока не позволяет технология, мы укладываем все дрессивой. Она дешевая, держится от трех до пяти дней. Как только она вымывается, мы заново проходим структуру и опять укладываем ее. Я имею в виду тот летний, который будет, вот о котором вы говорите, чтобы на три года точно хватало. Нет, просто надо делать по всем технологиям, которые есть. Мы будем делать по технологии, которая заведена еще с советских времен. Самое главное ее соблюдать и контролировать тех, кто ее должен соблюдать. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Я хотела бы задать вопрос по поводу улицы Декабристов. Нам засыпали ее непонятно чем, но уже практически ямы заново появились. И когда будет исправлено? Спасибо за звонок. Вот уже есть у нас мнение непонятно чем. Уже объяснили, опять же, мы, что это временная мера. Когда будет исправлена Декабристов? Декабристов будут исправлены в этом году. У нас 19 апреля будет произведен аукцион. Сумма заложена 6 900, и она будет полностью сделана. Как только подрядчик определится, выиграет на аукционе, сразу приступят к работам. Я думаю, это конец мая, начало июня. Ждите, пожалуйста. Можете звонить к нам в эфир по телефону 33 72 74. Перед тем, как выйти в эфир, мы анонсировали сегодняшнюю программу в социальных сетях. И там же был вопрос и про Декабристов, и про Новоникольское шоссе, и многие-многие другие дороги были упомянуты. И среди них улица Раздольная. Раздольная у нас была сделана в конце прошлой осени, точнее, начаты там работы, но не закончены. Вот хочется узнать подробнее, почему они тогда были начаты и брошены, и либо это было запланировано, а если нет, то, опять же, кто виноват и какие планы по ней? Нет, ну это был переходящий контракт, мы так и собирались сделать. Мы сначала делаем водоотведение, чтобы оно нормально, сделали бордюрный камень. И сейчас после, я думаю, что 18-20-го, начало, может, 1-го, 1-го числа мая, зайдут подрядчики и будут ее делать, будут укладывать асфальт. То есть там никакого недобросовестного не было? Просто надо делать все нормально. Если делать дорогу, сначала нужно водоотведение сделать, бордюрный камень, а потом укладывать асфальт. Водоотведение. Конечно, одна из, наверное, самых больных у нас тем, и это ливневки. Между вече, плывет, да, каждый дождь, центр города в том числе. И, опять же, нам уже известно, что у нас проблемная эта сеть, не все у нас оформлено, она не везде даже есть, она как известная, да, порой дорожники находят ее случайно, нечаянно. Уверена, что есть планы по ливневкам. Расскажите, поделитесь, пожалуйста. Да, проблема есть не только в городе, но и в селах. Долгое время нормально, никто за ней не ухаживал. Сейчас мы поезд ищем, как говорится, ногами и руками, где же находится ливневка. У нас создано три команды, которые ездят, чистят ливневную канализацию и чистят куветы. Но самая главная задача, что стоит перед администрацией, в 2016 году заказать проект по отведению воды всего городского округа. Это и канализация, и куветы, чтобы это уже сделать на долгое время. Конечно, это мы не делаем за год, но мы постараемся в этом году делать проект, и чтобы в 2016, 2017, 2018 года, может быть, чуть больше, мы весь город привели в нормальное состояние, чтобы он больше не плыл. Говорите, пожалуйста, задавайте вопрос. У меня вопрос такой. По улице Первомайская в прошлом году построили многоэтажку. При подключении ее вскрыли асфальт по улице Первомайская и вокзальная дамба. Тогда он будет восстановлен. Спасибо большое за вопрос. Он, честно говоря, даже в моем списке был. По Первомайской были и звонки у нас, и в социальных сетях вопрос. Мы даже заготовили видео, которое отображает, как сейчас выглядит улица. Известно вам что-нибудь о ней? Да. Те все перекопы, которые у нас в округе произошли, или осенью, или весной, или зимой. Начало сезона, когда можно будет укладывать асфальт, все будет делано за счет наших муков, водоканала и теплосетей. То есть, если тепловые сети вскрыли, они и золотают. Да, все будет золотым. От ответственности не уйдут. Но ремонт и ремонтами, а вот как насчет капитального строительства? Ведь дорога от Солдатского озера до Утесного, наверное, вопит об этом капитальном ремонте еще с прошлого года до наводнения. После наводнения она пришла просто в жуткое состояние. Поделитесь с нами планами насчет нее, ведь это, наверное, просто громадные деньги. Да, большие деньги, около 19 миллионов, но они есть и у нас, и у края. Это по программе софинансирования. Мы сейчас ждем подтверждения краевых денег и будем выставлять на аукционах. В этом году мы эту дорогу однозначно сделаем. Отличная новость для селян. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Алло. Задавайте вопрос, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Задавайте вопрос, вы в эфире. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Владивостокское шоссе. Когда будет сделано лицо города? Ездить невозможно. В Владивостокское шоссе. Да, очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. К сожалению, эта дорога вообще федеральная. И мы реально боремся с федералами, чтобы они нам хотя бы графики предоставили, когда они будут ремонтировать дороги. Я до 15 числа дал указания своим структурам, чтобы они получили все-таки графики от федеральной структуры дорог, кто этим занимается. Находится в Хабаровске. Если они нам не предоставят, будем принимать другие меры, но дороги они сделают. Они не будут делать их каждый год, как они делают. Я в том году видел, как они делали дороги. И в этот раз все, Влад Шоссе опять подскакивало, все ямы. Как они сделали нам дорогу, которая проходит, где дамба, где вы тоже сделали, то вот так, то вот так. Сделали зимой в снег. Такого больше не будет. Мы найдем на них меры воздействия. Я обещаю людям. То есть виновные точно будут наказаны. Ну а еще у нас в городе есть федеральные трассы, за которые город не может нести ответственность. Ну как минимум, если начнет там что-то делать, ответственность будет уголовная за нецелевое расходование средств. Назовите их, пожалуйста, чтобы люди знали, по поводу чего они могут возмущаться и выступать с инициативой. А по поводу чего им стоит быть активными в направлении края. Это Влад Шоссе федеральное и наша национальная улица Некрасова. Это федеральная трасса тоже считается. Две? Да. Буквально красные знамена и кусочек не захватывается. Ну там совсем чуть-чуть. Понятно. Ну а хочется, знаете, что еще сказать. Даже спросить, наверное, у нас программа подходит к концу. Может быть, один звонок успеем мы принять. Поделитесь, пожалуйста, планами. Вот чисто стратегически. Каким вы видите город через пять лет? Каким через десять? Чтобы вообще исключить подозрения на то, что подход к управлению в городе временной характер носит. Ваш стратегический план на десятилетие? Ну, на десятилетие, я не знаю, скажу, на пять в ближайшие лет. Это, конечно, дороги. Это сделать дороги. Сделать нормальное, более-менее, отведение воды. У нас большое желание, я думаю, что возможно тоже есть. Построить школу на Междуречии. Подвести все коммуникации тем участкам многодетным, которые мы выдали. И чтобы они нормально уже начали строиться. Есть желание построить новый ЗАГС. Мы сейчас прорабатываем это место, потому что у нас, к сожалению, ЗАГС очень маленький. Микрорайон какой? Микрорайон мы будем строить на Краснознаменной. Мы как раз там снесли много зданий, домов, которые под ветхой. И там большой участок. Мы хотим сделать его вот такой стеклянный, чтобы все видели не только кто, у кого свадьба, но и проезжающие радовались за наших молодожен. Любопытно. Может быть, еще какие-то планы? Прямо интересно. Мы хотим его осветить, чтобы он был светлым, ярким городом. Много у нас, потому что мы снесли очень много домов, около 70, и они все в центре города, это по переселению Светлого. Хотелось бы во многих них сделать нормальные скверы, чтобы наши жители, дети могли там отдыхать, свободно, ну, просто гулять. Он должен быть зеленым, чистым, светлым и просто лучшим городом в России. Здорово. Я уверена, что именно так и будет. Хочу вас поблагодарить за то, что пришли сегодня вечером к нам в студию. Вас у экранов за то, что были с нами, звонили к нам. Вы можете продолжать общаться с властью через программу «Накипело», задавать свои вопросы в социальных сетях, звонить к нам в редакцию. Ну, а мы с вами увидимся в следующий четверг в 20.00. Включайте свои телевизоры. Ну, а с сегодняшнего дня наш канал можно смотреть и онлайн, на всех платформах, включая мобильные телефоны. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова